Вы что думаете? Да гнать его в шее надо! Сколько можно терпеть такое безобразие? Ну что вы? В мае нет отопления, 2,560. В июне нет отопления, опять же за отопление. Пекарни, пекарни, пекарни. Почему город? Мы никогда не платили отопления. С мая по сентябрь, в мае 2,560. В июне опять 650. В последний месяц я платила отопление. 2,344, а сейчас 2,560 за мае, когда нет отопления вообще у нас. У нас в городе сентября не придумали новое. Помощитель, но теперь энергия. В июне месяц платим за этот счетчик. Отопление было с октября по апрель, как в Африке. 30 градусов в квартирах было. Все зима, окна открыты. Детей невозможно выпустить на пол, потому что сквозняк. Все двери, окна открыты. 30 градусов, батареи огненные. Это что такое? Регулировки нету. Счетчик поставили, да не нужен нам этот счетчик. Мы сплатим больше, чем по тарифу, по счетчику. Когда нам тайком поставили, я в жилой инспекции спросила, что не волнуйтесь, будете меньше платить. А мы больше тарифа платим. По тарифу я платила 2 200. Теперь я плачу 200 за счетчик и плюс 2 300 рублей за отопление. Получается 2 500. А сейчас прислали, 2 800 тоже. Нет, ну а на каком основании жилищник у нас влез в наши дома? Это обанкротилось, значит, все долги, что нам для ЗКО должно... Все, списали, да? Агаевский сидит на своем месте. Это что-то такое. Это дом стоит, в подвале ни одну другую не поднялся. А мы возвращались на жилищник до этого? Мы не писали, мы и собраний не писали. А всем ОДН начислили за 16-й год, да? Жилищник пришел сам. Он был национиком, да, за... Нет, за ОДН... А ОДН за общедомовые нужды, за электричество вам всем, да, начислили? Насилили. За 16-й год, какие-то долги вылезли вдруг. Как только жилищник появился, сразу вылезли. Тысячи идут. Нет, ДЭШ остался отоплением. ДЭШ, малое предприятие ДЭШ у нас было, мне должен 671 рубль. А он мне в мае теперь новый жилищник пришла, и 2 560, когда нет отопления. В июне пришла 650, а те 670 рубль, это... Так никто не возвращается. Стоит минус 670. С кого я получу, никто не выплачивает.